И вот я в золотом беньке репетирую свадьбу с этой богиней красоты. Хороший рассказать. Думаю, позитивней. Может, ты свое счастье нашел? Видишь ли, у меня есть мечта, чтобы моя дочь была счастлива в браке и родила мне внучатку. Многие из вас помнят Пашу и Дашу из отеля «Леон». Так вот, они снова вернулись на большие экраны. Новые герои, захватывающий сюжет. Все это происходит в сказочной Сербии. Вот у тебя цель – посмотреть кино, а я отсюда не уйду, пока не получу автограф Милоша Биковича и Дианы Пожарской. Кстати, сегодня это возможно, потому что мы на примере фильма «Отель Белград». Привет! Павел! Извиняйся. А мы знакомы? Ну, я давно за тобой наблюдаю. Девушка, этот парень уже занят. В чем я истякшу? Если хотите, заберите мой отель, только не убивайте. Хорошо, отпустите его. Несколько слов о вашем герое. Потерянный, хаотичный, но добрый. Как вы думаете, люди, не смотревшие «Отель Элеон», смогут понять, что происходит в фильме? Конечно, это абсолютно самостоятельная история про персонажей, которые уже зрителю известны. Поэтому я думаю, что те, которые не смотрели, они быстро проникнутся и действиями, и атмосферой. И мы старались, чтобы это было так. Чего больше в фильме? Любви или приключений? Я думаю, что там баланс того и другого. «Ромком» — это как раз комедия с романтическими моментами. Но там есть специальный такой сверхфактор, такая специя — это то, что происходит в Сербии. И что все, что происходит в Сербии, имеет некую краску некого сербского балканского сумасшедствия. По сюжету в фильме «Баланс» между любовью и приключениями, так сказал исполнитель главной роли Милаш Бикович. Паша вот-вот женится на дочке миллиардера. Но вдруг он встречает свою прежнюю любовь. Его ждут непростые времена. А нас полтора часа у летной к обеде. Пригнись! Не могу! Ну, для тех, кто уже знаком с сериалом «Отель Леон» и с моей героиней Дарьей Канаевой, хочу сказать, что Даша по-прежнему боевая, справедливая, добрая, молодая девушка, которая стала чуть взрослее, естественно, и побывала замужем. Просто интересно было снова с ней столкнуться, с этой героиней, поработать, пожить. А вы когда-нибудь были в Белграде до съемок? Да, я была в Белграде около двух лет назад для съемок другого фильма, сериала. И влюбилась уже тогда в этот город, в эту страну. Была рада вернуться. Что было самое запоминающееся на съемках? Может быть, какие-то веселые моменты? Веселых моментов с Милошем всегда очень много. С Милошем Биковичем, который исполнял роль Павла. Например, вот он любит разговаривать с животными. И когда в Сербии их всегда много, особенно в разных деревушках, мы снимали, там много было зверей разных, домашних. И вот у него был, он даже в сторис выкладывал. Я смеялась до слез, хотя нам нужно было работать, быть серьезными, там, серьезные проблемы. Это кино. И он общался с гусями сначала, потом их озвучивал. Это вот одна из самых простых вещей. Она все ноги отдавила. Есть старая сербская поговорка «Ногах правды нет». Это русская поговорка. Международная. Как вы относитесь к тому, что вас шиперят с Дианой? Люди воспринимают иногда кино за реальность или хотят, чтобы то, что в фильме происходит, было и в реальности. Потому что фильм – это немножко увеличенная реальность. И с фильмом мы выбросили все скучные моменты. Люди думают, что если реальность начнет быть похожей на кино, что она будет более интересной. Поэтому, мне кажется, из этого люди хотят, чтобы это так произошло. От этого, мне кажется, что это будет более интересно и все будет похоже на кино. Всех колотец. Эвакуация хозяина. Тема отеля не дает покоя российскому кинематографу. Интересно, про какой отель будет следующая история? Да это и не важно. Главное, чтобы комедии продолжались. А играл в них именно Милаш Бикович. Ну а мы – Дарья Марченко. И Милана Ануфриева. Возьмем у него интервью еще не один раз. Милана Ануфриева. Продолжение следует...